Многие люди, когда слышат фразу «Эта жизнь может быть последней для вас», или что-то похожее, для них это звучит как что-то ужасное, потому что они очень любят жизнь, они думают «Я не против реинкарнации, я бы хотел продолжить, но вы ведь не знаете, в каком виде вы переродитесь, вы не можете знать последствия, вы не можете даже представить эти вещи». Эта фраза исходит не из страха, но из мудрости, когда говорят, что это последняя жизнь. Подразумевается, что это последняя жизнь, прожитая с эго, последняя жизнь, прожитая в неведении. Может быть, вы появитесь вновь, вы родитесь вновь, но с самого детства будьте чисты и просветлены. Я не знаю, но нам не нужно этого бояться. Нужно бояться чувства законсервированности. Представьте, что вы легли спать и проснулись, на следующий день и заново живете в жизни бесконечного невежества. Удовлетворит ли это ваше сердце? И что стоит на пути к этому? Что? То, чем мы являемся уже здесь и сейчас. А то, чем мы не являемся, нам только видится. Это вещи, которым не нужно учиться. Вообще, по сути, нам не нужно так много всего учить. Нужно выучить совсем чуть-чуть, но не так много, как мы привыкли. Я думаю, что нам всего лишь нужно снова получить вдохновение. Нам нужно вновь увидеть бесполезность эгоистичного мышления. Нам нужно чувствовать присутствие, находиться в присутствии истины, сделать истину реальной. Не просто истина на словах, в идеях или концепциях. Нужно встретиться с существами, которые соединили свою жизнь с истиной, и увидеть что-то такое, что-то, что наполнит вас. Этого я ждал. Я как-то рассказывал историю о Белке. Эта история очень похожа на то, о чем я говорю. Да, пожалуй, я расскажу ее, потому что это очень хорошая история. Однажды в одном парке была группа белок, которые жили в этом природном заповеднике, и они жили счастливо, постоянно прыгая с ветки на ветку. Но так случилось, что одна из белок немного привыкла к людям. Стала чувствовать себя расслабленной. И люди подходили и бросали орехи. И она хватала орехи и ела их, или закапывала их. И у них сложились такие отношения. Люди приходили, брали своих детей. И одна белка постоянно спускалась к людям и даже брала орехи с руки. Но другие белки так не делали. Однажды мужчина пришел в этот заповедник. Он начал бросать орешки. Сначала на расстоянии нескольких метров, потом ближе. Потом белка подошла, чтобы взять орех с руки. И он схватил ее за загривок, как держат кошек. Взял рюкзак и засунул туда белку. И ушел. Он принес эту белку домой и привязал веревку к шее белки. А на расстоянии полутора метров привязал веревку к кирпичу. И оставил белку на своем предусадебном участке. И, конечно, белка очень яростно вырывалась, пытаясь избавиться от этой веревки вокруг своей шеи. Но никак не могла этого сделать. Пыталась стянуть веревку, но кирпич был слишком тяжелым. И она просто выбилась из сил. Но каждый день ее захватчик приходил домой. Сначала белка паниковала, но он приносил орехи, молоко и воду. И потихоньку белка начинала есть их. Прошли дни, недели, месяца, и белка привыкла к своей новой жизни в заточении. И уже даже ждала, когда заскрипит дверь, и придет ее хозяин, погладит ее, и так далее. И ее почти устраивала такая жизнь, за исключением того, что у соседей был доберман. И когда он видел белку, он просто начинал сходить с ума. Он просто хотел съесть белку. И он бился об калитку, и калитка чуть-чуть приоткрывалась. И когда он гавкал, белка так паниковала, и так переживала. Была полна страха, что она бежала в другой конец участка с такой силой, что тянула кирпич и забиралась на дерево. Она забегала на дерево, и на дереве в своей естественной среде чувствовала себя безопасно. Но она не могла оставаться там долго, потому что кирпич слишком сильно тянул ее вниз. И через какое-то время ей приходилось спускаться. И такая жизнь тянулась из сезона в сезон, из года в год. И одной зимой было очень-очень холодно. Знаете, бывают зимы настолько холодные, что с деревьев слетает вся листва. Была очень холодная и печальная зима для белки. У нее не было друзей, не было ничего. Иногда хозяин не приходил по несколько дней и так далее. Ей было очень одиноко. Но у нее была и еда, и все остальное. Но в конце концов пришла весна. А с весной стали зеленеть деревья. Через некоторое время деревья все были в листьях. И все зацвело в том маленьком саду. И однажды белка услышала такой звук, как будто что-то очень громко шелестело. Она посмотрела наверх и увидела огромную семью белок, которые чуть не танцевали. Они прыгали по всем деревьям, с ветки на ветку. И в этот момент белка была поражена, потому что это напомнило ей о чем-то давно забытом, о чем-то очень глубинном. И когда белка увидела всю эту свободу, как они танцуют, она вспомнила свою жизнь до этого. И она очень опечалилась. Но внутри что-то загорелось. Она смотрела на еду и вверх на дерево. Через какое-то время эти белки заметили это маленькое существо, которое выглядело очень уставшим и печальным. И они почувствовали, что нужно спасти белку, ведь они видели, что она привязана. И вот они спустились. А белка очень испугалась того, что они могли сделать. Но спустившись, они начали перегрызать веревку. И белка была очень испугана. И в этот же момент соседский доберман начал гавкать, увидев всех белок. Они грызли веревку, и вдруг собака пролезла через дырку в заборе и побежала на них. И вот веревка разорвалась, и все уже на дереве. Включаю эту захваченную белку. Можете ли вы представить что-нибудь более счастливое, более свободное, чем этот момент. Они танцевали по всему лесу, прыгали по всем деревьям. Они были полны счастья и радости. И вот так вот белка освободилась, вернув свою настоящую жизнь. На свободе она провела всю весну, все лето, и вот наступила осень. Листья стали опадать. Пришла зима. Не было еды. И белка сидела на ветке и вспоминала о времени, когда она жила на заднем дворике, когда орехи приносили каждый день. Не нужно было их искать. И было молоко. И хозяин приходил и гладил белку. И самая мудрая белка из их группы заметила, что происходит. И подойдя, толкнула ее, сказав, «Я знаю, о чем ты думаешь. Ты очень глупое дитя, потому что из-за этой твоей привычки тебя поймали в первый раз. И вспомни, как ты страдала. И вот ты вновь свободна, но твой ум опять возвращает тебя в прошлое, в заточение». И тогда белка как будто очнулась, услышав это прекрасное обращение. И тогда она вновь познала свою истинную природу. Конечно, вы понимаете, что эта история не просто о белках. Это можно применить и к нам. Мы с вами очень сильно подвержены своим привычкам. И мы очень верим в установки своего ума. Нам кажется, что какие-то привычки действительно наши, они принадлежат нам, что это наша жизнь. Мы скованы подобными привычками, и они вытягивают нашу жизнь, забирают у нас настоящую жизнь. И все бы оставалось так, если бы иногда жизнь не приносила нам испытания, трудности и боль. Потому что, когда такое происходит, мы вспоминаем свое истинное «Я». мы резко возвращаемся к самому себе. Но мы не можем там задержаться, потому что наши привычки очень сильны. Мы опять возвращаемся в обычный мир, чтобы продолжить обычную жизнь. И так продолжается от случая к случаю. И если вам повезет в жизни, вы, возможно, встретите какое-нибудь бессмертное существо или что-то в таком духе, того, кто напомнит вам о вашем бессмертии, о вашей бесконечности, о вашей красоте. Когда вы видите таких существ, вас просто поражает. Это не связано с определенным учением. И к вам сразу приходит память того, кто вы такой. Такие существа пробуждают вас истинные воспоминания. Они не учат, они говорят. Вы учитесь неверным вещам. Вы используете разум неверным способом. Вам больше не нужно учиться, теперь вам нужно знать. И тогда, каким-то образом, нас погружают в это знание истины. Но потом вновь время сменяется и мы начинаем думать о своих привязанностях. Они кажутся нам очень ценными. О, вот та работа в офисе, да, она была отличной. Или что-то в таком духе. И тогда вам нужно напомнить во время сатсанга, что вы занимаетесь не тем. Что послужило причиной проблем? Посмотрите на себя. Посмотрите на то, что вы сделали. Ваша жизнь уже не так великолепна. Она становится заточением. Почему вы постоянно вспоминаете и вертите у себя в голове негативные глупые мысли? Проснитесь. И тогда, если у вас теплится огонь, вы скажете «Спасибо, что напомнили мне об этом. Спасибо». Так что избавляйтесь от этого. и покинули